Солнце Солнце И красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра. Был шестой час на исходе августовского утра. На кораблях давно уже кипела работа. К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольской вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота. С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали или, по выражению матросов, наводили чистоту на палубы, на пушки, намеять словом на все, что было на палубах и под ними до самого трюма. Давно работали в доках, адмиралтействе, в разных портовых мастерских, расположенных по берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная дубинушка, при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна. Опустили и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях и словно прокаженные вдали от других судов в самой глубине корабельной бухты. Это плавучие мертвые дома. Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских род, с четырех часов уже разведены по разным работам. Рынок, этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, давно кишел народам. Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной воде заливчика бухты, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазеющей публикой. Все жило полной жизнью большого и оживленного морского города. В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора, худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи. Низенькая и коренастая Агафья расчесывала неспеша его кудрявые, непокорные густые каштановые волосы. – Ты всегда копаешься. – Ишь эти, попрыгуй. – Ой. – Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится, точно пожар. – Ой, ну… – Да не вертись же, говорят. Ну, так тебя и не причесать. Будешь нечесанный, как уличный мальчишка. – Ну, хватит. – Ну, дай хоть бы вихры пригладить, Васенька. – И так хорошо, няня. – Ну, нечего сказать хорошо. Адмиральский сын, а торчат вихры. Небось, папенька заметит, не похвалит. Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил, но не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета. Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти. – Ах, какая это пренеприятная обязанность. Каждый раз ходить к папеньке, чтобы пожелать ему доброго утра. – А все-таки нужно. – Доброго утра, папенька. В большом кабинете у письменного стола сидел, опустив глаза на бумаге, худощавый высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причёсанный по-старинному, с высоким коком тёмных чуть-чуть седеющих волос, который возвышался посредине головы, вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой. Эти колючие тараканьи усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подёргиванием плеч и движением скул дурное расположение духа, сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня. Слыхал ли отец приветствие сына? И нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую. Или занятый бумагами действительно не замечал Васи? Трудно было решить. Но он не поворачивал головы. «Доброго утра, папенька!» Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьёзный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своём младшем сыне. И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах властных и острых, сохранивших, несмотря на то, что адмиралу было 60 лет, живость, энергию и блеск молодости. «Здравствуй!» Против обыкновения, вместо того, чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заолевшей щеке сына. «Здоров, конечно!» «Здоров!» «Скоро в Одессу. Учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Но ступай. Ступай, ступай!» Вася не заставил себя ждать и бросился в сад. Громадный, возвышающийся террасами сад с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаз главным образом благодаря работе арестантов. «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моих тем дал, дни, дни и ночи часовые стерегут мое окно». Партия их, человек в двенадцать-пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входило в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работало в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья у калитки или где-нибудь в саду. «Солнце гулять не как бывало, по родимым по полям моя молодость заряла, по острогам по тюрьмам». Вот к этим-то людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася. Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому, что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтобы полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными на всякие злодейства. Однажды он увидал, как один из арестантов, пожилой высокий брюнет с сердитым взглядом больших, глубоко сидящий глаз с нависшими черными всклоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других. Заметив выпавшего из гнезда крошечного воробушка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чириковшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова рассыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой. В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка, маленького, облезлого, худого, и отнеслись к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собою, и это решение, видно, обрадовало всех. Для разрешения своих сомнений Вася обратился к старому денщику матросу Кирилли, бывшему у них в доме, одним из лакеев. – Послушай, Кирилла! – Да погоди ты, погоди, ягоза! – Ну, я уже чистый, ну, хватит! – Ну, вот, теперь хорошо. – Я вот что тебе хочу сказать. – Ну? – А я знаю, знаю, что арестанты вовсе не страшные. – Эй, Борчук, а с чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые, значит, несчастные люди, вот и все. – А за что же они, Кирилла, попали в арестанты? – Дела-то разные, Борчук. Они ведь все из солдат да из матросов. Долго ли до греха при строгой-то службе? – Как так? – А так. Не стерпел, значит, утеснений, взбунтовался духом от боя до порки. Ну, и сдержничал начальству на службе. Вот и арестантская куртка. Особая же ли, примерно, человек нравный, она порится на какого-нибудь зверя-командира, который порет безо всякого рассудка, за всякое, можно сказать, пустяк. Терпит, терпит человек, да наконец-то не вытерпит, да от обиды-то в сердцах и нагрубит. Тут уж, небось, расправа коротка. Проведут сквозь строй, вынесут замертво, ну и потом в арестанты. И вам, Борчук, бояться их нечего. Пренебрегать ими не годится. Их, Борчук, жалеть надо. Вот что я вам скажу. После таких разъяснений, вполне оказалось подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодельского. А они разговаривали, шутили и смеялись точно так, как и другие люди. А ели, казалось Васе, необыкновенно аппетитно и вкусно. И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой ломти черного хлеба, посыпанные солью, один из арестантов с таким радушием предложил Борчуку попробовать арестантского хлебца, что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. Он нашел этот завтрак самым лучшим на свете, куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом. А в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома. Особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, и с нетерпением ждал конца обеда, безмолвный, не смея шевельнуться. Между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. Более всего, он подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста стройным арестантом с голубыми ласковыми глазами. А все через очи, коли б я их мав, за текари очи душу б я гидал. Мальчик чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом, за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку. Ну, короче, решительно за все. Звали его Максимом. Арестанты называли его еще Соловьем. Часто во время работы он пел песни и пел их хорошо. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вася попал в сад как раз вовремя. ПЕСНЯ Арестанты, только что расположившись кто кучками, кто в одиночку в конце одной золей под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом и купленными на свои копейки арбузами. ПЕСНЯ Доброе утро! ПЕСНЯ Доброе утро! ПЕСНЯ Доброе утро! ПЕСНЯ Каково почивали, Борчук? ПЕСНЯ Спасибо, хорошо. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Нянька-то не пужала вас? ПЕСНЯ 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 А Максим нарочно большой ка вон на рынке взял ПЕСНЯ Где же Максим? ПЕСНЯ 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 От людей по на виноградник забился. ПЕСНЯ А идите к нему, Борчук, да прикажите ему не скучить, а то он вовсе заскучен ПЕСНЯ 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 А спросите его, да видно, не привык ещё к нашему арестантскому положению, Тоскует, что птица в неволе. А вчера из дома еще от унтерцера попала. За что попала? За что? А ежели по совести сказать, то вовсе издря. Ну, не приметил Максим к унтерцера и не остранился. А этот дьявол его в зубы, да раз, да другой. Ой, этот хоть кому, обидно. Как вы полагаете, Борчук? Еще если бы, ну, за дело. А то ведь сдря, сдря. Да, ступай к нему, Борчук, ступай. Здравствуй, Максим. Доброго утра, Паныч. Каково почивали? Это вот попробуйте, какой ковынок добрый. Кушайте на здоровье. Я вас дожидался. Спасибо, Максим. Я присяду около тебя. Можно? Ну, а чего же не можно? Садитесь, Паныч, садитесь. Здесь хорошо. Прохладно. Вот. Возьми. Чаю выпьешь. Сахар. Спасибо. Добренький вы. Только как бы вам не досталось, что вы сахар до чая из дома уносите. Да не бойся, не бойся, Максим. Не достанется. И никто не узнает. У нас все спят. Только папенька встал и сидит в кабинете. У нас чая и сахара много. Вкусно. Замечательный аргуз. Вот еще. Возьмите. Вот этот кусочек. Так тебе же мало останется. Хватит. Да мне что-то и не хочется есть. Так я съем еще один кусочек. Да, конечно. Вот еще. Вот какой. Вот. Кушайте. Кушайте на здоровье. А ты что такой невеселый, Максим? Веселье немного поныть в арестантах. В кандалах больно. В неволе погано. И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее. Ты был солдатом или матросом? Матросом поныть. В 42-м экипажа служил. Может, слыхали про капитана первого ранга Богатого? А я его знаю. Он у нас бывает такой толстый, с большим пузом. Так из-за этого самого человека я и в арестанты вот попал. Нехай ему на том свете попомнится за то, что он меня несчастным сделал. Что ж ты, нагрубил ему? То-то нагрубил. Я был матрос тихий, смирный. А он довел меня до затмения. Так сёк, что и не дай Боже. За что же? А за всё. И винно, и безвинно. Два раза в госпитале из-за его лежал. Ну, душа и не стерпела. Назвал его злодеем. Злодей есть. И засудили меня поныть. Гонялись сквозь строй, а потом вот в арестанты. Ах, уж лучше было бы потерпеть. Может, от этого человека избавился и к другому бы попал. Не такому злодею. Ну, по крайности, в матросах всё-таки на воле жил. А тут сами знаете, Паныч, какая есть арестантская доля. Хоть пропадай с тоски, и всякий может тобой помыкать. Известно? Арестант. Так а отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо? А вы как думаете? Давно убёг бы. Коли б можно было. Пошёл бы до своей стороны. А где твоя сторона? В каменец Подольской губернии. Может, слыхали? Город Проскуров. Так от него, верстов десять, наша деревня. Эх, поглядел бы на мать да на батьку. И пошёл бы шукать доли. Только вы смотрите, Паныч, никому не сказывайте насчёт того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут. Что ты, Максим, ни одна душа не узнает о том, что ты говорил мне. Хоть я и маленький одержать слово умею. Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко. Ты разбей здесь у нас в саду кандалы. Я тебе молоток принесу, а потом перелезь через стену, да и... и беги. Ой, в арестантской одежде да меня за раз поймают. А ты ночью? Нет, ночью не убечь. Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят. Значит, так и нельзя убежать? Арестант не отвечал и как-то напряжённо молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его. И его худое, бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбуждённым, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался. Что же ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? Нет, нет, Паныч, вы не обидите арестанта. У вас добрая душа, а насчёт того, что убечь, так оно можно. Только не так, как вы говорите, Паныч. А как? Ну, коли примерно достать платье. Какое? Женское, скажем. Такое, как ваша нянька носит. Женское? Да. И примерно платок бабе на голову. Тогда можно бы убечь. Я тебе принесу. Я тебе принесу, нянина, платье и платок. Вы? Вы принесёте? Паныч? Максим вдруг схватил руку Васи, прижал её к губам и покрыл поцелуями. В ответ Вася крепко поцеловал арестанта. Как же вы это сделаете? А как поймают? Не бойся. Не бойся, Максим. Никто не поймает. Я ловко это сделаю. Когда все будут спать. Только куда его положить? Вот сюда, под виноградник. Да, да. И накройте его листом, чтобы не видно было. А то не прикрытли землёй. А как ты думаешь, Максим? Да нет, ну что уж вам трудиться. Довольно и листом. Сюда никто не заглянет. Ну ладно. А я завтра рано-рано утром всё сюда принесу. А то ещё лучше ночью. Ночью? Угу. Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться? Благослови вас, Боже, милый паныч. Я буду за вас век молиться. Эй, на работу! Надо идти. Я? Ещё к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет. Приходите. 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 Целый день Вася находился в возбуждённом состоянии, озабоченный предстоявшим предприятием. Увлечённый этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает об его поступке. План похищения нянина платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего. И он уже сделал днём рекогностировку в нянину комнату, увидел, где лежит молоток и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыносимо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами. Прощай, голубчик Максим. Может быть, завтра уж ты будешь далеко. Прощайте, паныч. Прощайте. Становись! Пошли! Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Никому и никогда Вася долго ещё провожал их глазами. По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Отчего не ешь? Я ем, папенька. Мало. Мало. Надо есть за обедом. И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чём не догадывается. К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошёл он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом сидели гости и рассказывали интересные вещи. Спокойной ночи, маменька. Спокойной ночи. Ты, кажется, болен, Вася? У тебя всё лицо горит. Я здоров, мама. Устал, верно? Ну, хорошо. Спокойной ночи. Иди спать. Он поцеловал её нежную белую руку и пробежал в детскую. Няня! Спать! Ой! Чё это сегодня, Ран? Или набегался? Набегался! Набегался! Устал так, няня! Ну, а рассказать тебе сказку-то, Васенька? Нет, няня. Очень спать хочется. Ой! Ой! Я сейчас засну. Ну так, спи, родной. А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье. Спасибо, голубчик. А что это тебе сбрело на ум? К чему мне платье? У меня и так много платьев. А сколько? А шесть будет, да. А кроме двух шерстяных. М-м-м. Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю. После именин у меня будет много денег. Ишь ты, добрый ты мой. Спасибо на посуде. Ну, спи. Спи. И я пойду спать. Нервы Васи были слишком натянуты. И он не засыпал, решивший не спать до того времени, пока не заснут все в доме. И он может безопасно добраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня отца в другом конце дома. До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет. Думал, как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем. Он думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет, и его никто не поймает, и никто не узнает, что это я, я помог ему убежать. Ему приятно было осознавать, что он будет его спасителем. Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит, если в пансионе в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо, и его будут сечь. Дома сечет отец, он смеет, а другие не смеют. Непременно удеру, развечу Максима, поселюсь вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительней была другая, внезапно пришедшая, как он уже большим... И генералом. Непременно генералом. После долгого отсутствия вдруг подъедет на белом, красивом коне к дому. И как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его, он уже большой, а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. И мама, и сестры, и братья все будут удивлены, и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бежал, и как отличился на войне. Хорошо. Нельзя спать. Нельзя спать. Что-то точно толкнуло его в бок, и он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал, и обманул Максим. И первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава Богу! Еще, кажется, не поздно. Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только штора светала, и в саду стоял еще полумрак. Пора! Пора! Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уже был одет, все похищенное свернуто и завязано в два полотенца. Как пробраться в сад? Через окно? Или идти через комнаты? Лучше через окно. Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и отвернулся. Нет, слишком высоко. Он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за дверь. Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору мимо комнат сестер и, наконец, вошел в диванную. Вот и дверь. Осторожно повернул ключ. Раздался шум. Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестницы. Стримглав, добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал домой. Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты. Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью и поглядел на нее. Ничего. Она по обыкновению ласковая и добрая, видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок. Вставай! Вставай! Уже девятый час! Видишь ты, Соня, заспался сегодня. Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри. Вот так. Вот так. Ай, Васенька, не видел ты где-нибудь моего платка с головы? Искал, искал, нигде не могла найти. Точно скрозь землю провалился. Нет, няня, не видал. Чудное дело. Няня, няня, да ты не тревожься. Я тебе новый платок куплю. Ты не в том дело. Не жаль платка-то. А куда он девался? А папенька сегодня сердит. А отчего? Да у нас, Васенька, беда случилась. Беда? Какая беда, няня? Один арестант из сада убежал утром. Убежал, значит. А как же он, няня, убежал? Тут и видно. Только же хватились. Платье свое арестантское оставил и убежал. Все деваются. Откуда он достал платье? Не голый же ушел. Теперь идет переборка. Всех допрашивает конвойный офицер. Ой, и папеньке доложили. Прогневался. А как же? Вдруг из губернаторского сада арестант убежал. Вася целый день провел в тревоге, ожидая, что вот-вот его позовут на допрос к отцу. Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и разговаривал с адмиральшей, высокой, полной, пожилой женщиной, сохранившей еще следы былой красоты. А ты слышала, что сегодня случилось? А что? Каналья арестант убежал из нашего сада. Как же он мог? Арестанты показывают, что у него с собой узелок был, когда их вели с блокшива. Верно, там платье и было, он переоделся и убежал. Комендант совсем распустил их, уж я ему говорил, и конвойные плохо смотрят. Ну, да недолго побегает. Сегодня или завтра, верно, поймают, как проведут сквозь строй. Не захочет бегать. Прошло несколько дней. Ну, что, Машер, нашли арестанта? Нет, словно в воду канул мерзавец. И никак не могли узнать, откуда он достал платье. Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант, срезавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе. Вы меня звали? Звал Борчук. Максимка приказал вам привет передать. Спасибо. Спасибо. Пошли вам, бог, всего хорошего, добрый Борчук. Борчук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Режиссер-постановщик Лия Веледницкая Действующие лица и исполнители От автора народный артист Советского Союза Юрий Яковлев Вася, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Канаева Максим, заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарев Няня, народная артистка Советского Союза Татьяна Пельцер Адмирал, народный артист РСФСР Александр Лазарев Мать Васи, артистка Наталья Литвинова Денщик Кирилла, народный артист РСФСР Афанасий Кочетков Старый арестант, заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов Музыкальное оформление Елены Носковой Редактор Майя Крючкова Звукорежиссер Роза Смирнова Ассистент режиссера Михаил Розенберг Шумовое оформление Анны Аронской Звукооператоры Елена Садовая Татьяна Стольнова Галина Тимченко Галина Тимченко